Очень интересную вещь говорит новый госминистр Нагорного Карабаха Рубен Вартаньян. Вы его знаете. Он говорил, нужно найти формулу для Арцаха, чтобы жить по соседству с Азербайджаном, но отдельно. Что подразумевается под этой формулой? Здесь именно надо иметь государственность у Арцаха и проводить торговые и экономические отношения. На самом деле, когда торгуют, война не ведется. Когда идет к добрососедским отношениям, это для всех очень хорошо. Но у Арцаха должна быть полная независимость от Азербайджана и никаких не должно быть претензий у бакинских властей на территорию Арцаха. Вы думаете, не случайно Баку выбрал экологическую тему? Хорошо у нас обыгрывается в Западной Европе. Там всегда придумывают для того, чтобы провести какую-то политическую кампанию. Сперва засылают зеленых или экологов. Они начинают выискивать какие-то недостатки или какие-то противоречия или какие-то нарушения. И после этого уже вступают главные силы, уже не экологи так называемые, а уже или Министерство обороны или Министерство иностранных дел начинают проводить зондаш геополитических уже интересов какой-то страны. Так и остается непонятным. С одной стороны говорят о мирном договоре и сегодня по телефону, по официальным сообщениям говорилось о трехсторонной договоренности. А с другой стороны накаляется ситуация. Вам это понятно? Где может быть? Ну, опять же, это все из-за Стамбула. Только он как раз и накаляет ситуацию. И, конечно, Стамбул сам хочет быть проводником своей политики. То есть Стамбул недоволен Россией? Что там? Ну, тут у нас получается так. Россия то дружит с Эрдоганом, то не дружит. И это вот качели, они уже постоянные. Началось еще Сирии. И вот то день они друзья, то день они враги. Вот. Но опять какие-то вылезают общие интересы. И на какое-то время они опять дружат. Потом опять, допустим, Турция проводит свою политику в Сирии или в Закавказье. И начинаются опять какие-то противоречия или опять называют друзьями. Политика здесь как раз показывает, что на самом деле Турция переигрывает Россию и проводит ту политику, которую им надо. Россия, к сожалению, проигрывает. И мы это видим даже по тому, что танкера, которые должны возить нефть, сегодня не пропускаются через Баспорт и Донеллы. Вот. И многие такие вот санкционные действия, которые, по идее, должен был друг Эрдоган проводить, ну, в кавычках так его называют другом, в Москве, он практически делает то, что надо для Турции. Он живет для своего государства и делает ту политику, которая нужна Стамбулу. Вот. И как бы его ни называли там то друг, то враг, это никак на него не действует. Он все равно то приезжает, значит, на одно совещание говорит одно, приезжает на другое, говорит другое. Он просто сильный политик, но опять же для построения Великого Турана. Иран видит такую сложную сейчас ситуацию, как, допустим, сам Баку берет. Иран делает историю Ирана, делает ее своей, начинает претендовать на территорию исторической Персии, вот. Ну и нагнетает всячески напряженность. И это с чем связано? Всегда между Османской империей и Персией шли войны за Кавкази. И вот именно здесь Азербайджан, который у нас является практически маринеткой в руках именно Турции, проверяет и пограничные районы именно Ирана, и как будет себя вести Иран, когда будут какие-то наскольки с идеологической, религиозной или политической точки зрения. Поэтому вот эта вот напряженность на ирано-азербайджанских вот этих противоречиях, которые с каждым днем усиливаются, это, конечно, пробный шар, который делает Турция для того, чтобы определить, как себя будет вести Азербайджан. Тем более, что, как будет себя вести Иран, тем более, что Иран у нас находится под многочисленными санкциями и стран европейских и Соединенных Штатов Америки. Ну и считают, что эти санкции очень сильно бьют по экономике Ирана. С другой стороны, Российская Федерация сейчас очень плотно стала заниматься именно Каспийским коридором для того, чтобы именно из Персии сделать вот этот коридор, который у нас стал закрыт в Европе. И пути сообщения авиационные и морские, поэтому России сейчас выгодно дружить с Ираном, вот, а Турции не надо, чтобы Россия сделала акцент на дружеские отношения с Ираном, поэтому они Азербайджан используют в качестве вот этого, как бы, нагнетающей обстановки на иранском направлении. И, видимо, это отразится на нашей отношения с Ираном. Конечно, да. Это всегда, вот, что сейчас хорошо, Армения и Иран сейчас показывают всем, что они дружеские государства, и это, опять же, тоже не очень-то приятно и Баку, и Стамбулу. Вы думаете, Москва сейчас не сможет повлиять на Баку как следует? И при желании на Баку можно повлиять за одну секунду. Значит, мне хотел сказать, что когда-то еще из Баку были вывезены документы на все азербайджанские кланы. Это когда Каспийская флотилия была вынуждена уйти из Баку в Астрахань. И есть огромная картотека, в которой есть именно досье и на семью Алиева, и на другие кланы азербайджанские. Можно спокойно просто показать ряд документов таких, которые именно будут компрометировать ряд азербайджанских элит, и можно им указывать, что они должны делать. Это работа спецслужб. И, конечно, можно также заявить еще о каких-то, допустим, торговых или экономических отношениях между именно Азербайджаном и Россией. И, допустим, сделать Крен в отношении лучшие, допустим, с Туркменистаном. Потому что сейчас Туркмения тоже будет нуждаться в поставках своих энергоресурсов за границу для того, чтобы поднять уровень своего государства. Поэтому Россия может спокойно разыгрывать Каспийскую карту, и Россия может давить на элиту, имея вот эти компрометирующие документы. Все это зависит от того, хотят ли именно сегодня придавить Азербайджан определенные силовые структуры в Москве или не хотят. На кого работает время? Как вы думаете, Александр? Сейчас патовая ситуация. И все, конечно, будет зависеть от того, будет ли Россия по-прежнему сильной стороной. И будет ли Иран также проводить эту политику, которую они сейчас делают. Мне нравится эта активность иранской политики. Они, наконец-то, также вышли на международную арену. И уже их многие вот эти начинания, они известны в мире. И Иран сегодня опять становится ключевым игроком именно вот в этом регионе. Еще одна интересная вещь, Александр Александрович. В Российском университете дружбы народа в Москве открыли аудиторию азербайджанской литературы. Цель представить азербайджанскую литературу с 7 до 21 века. Вы знаете, о какой литературе может идти речь? Ну вот мы как раз говорили о том, что Азербайджан ворует историю Ирана. И великие люди именно Ирана становятся сегодня азербайджанскими деятелями. Азербайджан – это 20 век. А воровать историю Ирана с 7 века – это, конечно, просто преступление против Ирана. И это показатель того, что на самом деле это государство, которое всего лишь имеет 104 года, как его назвали, и как появилась эта вот национальность азербайджанцы, они, конечно, будут с течением времени выглядеть очень некрасиво в кругах и международной общественности. Потому что какое же отношение вы имеете именно к этому деятелю? Да, он родился на территории, которая сегодня входит в Азербайджан. Он же не был азербайджанцем. Мало ли кто проживал на этой территории или родился. Это ни о каком образом не говорит. У вас история… Седьмой век, представляете? С 17-го года. Вот ее и ведите. Находите своих деятелей науки и культуры, и о ней говорите. И нечего воровать выдающихся людей, которые никакого отношения к вашему государству просто не имеют. Тем более, в седьмой век какой может быть Азербайджан, если его просто никогда не было на политической арене даже в 19-м веке. Да, кто представил, что в 21-м веку столько лыжей может быть в политике. Ну, хотел сказать, что, конечно, хотелось бы сказать, что… И на это все смотрят спокойно. Ну, я бы хотел сказать, что здесь, конечно, есть определенная коррумпированная составляющая. Ну, и просто, я бы сказал так, что видно, какая-нибудь там овощная мафия заплатила деньги в РУДН и решили там вот эту глупость престолить. Они сами себя этим опорочили. Ну, не надо врать мировой общественности. Люди прекрасно знают мировую культуру. И когда-нибудь все равно надо будет тому же Следственному комитету России заняться. Ребята, на каком основании вы открыли эту кафедру? Вот это уже вопрос к Следственному комитету Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok